К другим темам. Сегодня решение по делу убитого Виктора Берга в очередной раз не вынесли. Адвокат скандального застройщика сообщил, что выходит из дела. Юрий Власов утверждает, что родственники подсудимого не заключили с ним договор, то есть не заплатили. Судья взял паузу, теперь нужно назначить нового защитника. Обманутые дольщики вновь остались ни с чем. Впрочем, люди говорят, что и без решения суда поняли, что денег им не вернут. Из зала суда наш репортаж. Да какая надежда. Она умерла еще в тот день, когда мы отдали свои деньги. А теперь надежды никакой абсолютно. Коридор суда едва вмещает обманутых дольщиков. У всех одна история. Договор о покупке квартиры заключили с компанией «Омстрой-2001». Гендиректор Виктор Берг. Едва началось строительство, фирма обанкротилась. Теперь Берга нет. Нет должника, нет долгов. С уходом Берга все надежды ушли. То еще как-то можно было думать, что может что-то суд присудит, а теперь кого судить? Человека нет, нет проблем. Проблемы остались у Ирины Ершовой. Она одна из 400 обманутых дольщиков. В 2007-м купила жилплощадь в микрорайоне Рубин-2. Цена 1 миллион 300 тысяч рублей. Из 120 квартир еще не построенного дома компания Берга успела продать 70. На общую сумму более 100 миллионов рублей. Прошло 8 лет, а на земле по-прежнему только сваи. Организация, с которой мы заключали договора изначально, она банкрот, она закрыта. Ее как таковой организации, по-моему, еще в 2010 году ее нет. Мы предъявляли лично к Бергу арестованное имущество и вернут, наверное, владельца. И все, мы там родственникам. Мы остаемся со своей проблемой один на один. Никакой помощи за столько лет, с 2007 года, как я купила квартиру, нам никто не помогает. Ничего не происходит. У нас как было свайное поле, так оно у нас и стоит. Сегодня в суде обманутые дольщики должны были узнать решение по делу. Признают убитого Берга виновным, оправдают или прекратят разбирательство в связи с его смертью. Во второй раз пострадавшим объявили. Заседание отложено. Есть причина. Адвокат Юрий Власов заявил, что не желает участвовать в процессе. Человек, с которым он заключал договор, мертв. Впрочем, все это Власов объяснил судье. С журналистами был менее словоохотлив. Я не участвовал в никаких телевизионных интервью. Вообще интервью не даю в шоу, в каких-то выступлениях. Сегодня уже мертвому Виктору Бергу по-прежнему вменяют пять преступлений. Гособвинение предлагало признать Берга виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в преднамеренном банкротстве и назначить наказание, связанное с реальным лишением свободы. Восемь лет колонии общего режима. По другим трем статьям незаконное получение кредита, злоупотребление полномочиями и отмывание денег от уголовной ответственности освободить в связи с истечением сроков давности преступлений. Меняется предварительными следствиями о том, что было похищено денежный средств в сумме 103 миллиона рублей. Более 400 человек пострадало действие Берга по внесению его денежных средств в строительство жилых домов. Сегодня стало известно, что родственники Берга не хотят продолжения процесса. А это значит, дело закроют. Что решит суд по гражданским искам? Вопрос открытый. Обманутые дольщики 30 октября в третий раз придут на заседание. Напомним, обанкротившегося застройщика убили накануне оглашения приговора. 14 октября следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Киллер до сих пор не задержан.